Доброе утро! Собралась, проводила с утра мужа на работу. Точнее, не провожала, я его сам себе чай сделал. Обычно с утра мы не завтракаем. Ничего вкусненького я не готовила. У меня есть очень много вкусных конфет, приду домой и покажу. В магазине Монетка всегда по одной цене очень-очень много разных конфет. Вот, я их обязательно всегда покупаю. Там, по-моему, по 259-90 килограмм. Вот, набираю по 2-3 штуки, да, и получается сразу очень-очень много. Люди непонятно, как они так смотрят. Деревня! Деревня! Что еще тут скажешь? Так, поступка по вождению. Меня уже ожидает. Я поэтому, я посломя голову, как всегда. Но сегодня как-то попроще. Включила, не переживай, и нормально. Так что, после вождения засниму. На обед сегодня ничего готовить не буду. У меня оставалось пюрешка. С яйцом его подогреем. И может быть... Нет, больше ничего. Больше ничего не будет на обед. А на вечер уже что-нибудь вкусненькое приготовлю. Бегу. Погода такая, посмотрите. Солнце светит. Красота. Вообще, на этих днях обещают, по-моему, бабье лето. В этом году его еще не было. Неужели оно будет? Ура! Будет тепло. Хорошо. Но руки мерзнут опять. Вот так вот я палец обрезала. Подрезала на работе. Так, показали. Хорошо. Фу. Надеюсь, он меня дождется. Договаривались на 11. Сейчас время 11.05, наверное. Где-то так. Вот здесь у нас везде. Видите? Мусор вскидали. Ой, народ! А еще хотела что-то сказать. Мне кажется, на каблуках меньше чувствуешь машину. Ну вот, представляете, да, почему-то моя калина глохнет. При том, когда я выезжаю. А наша семерка водительская, которая вообще не глохнет. Не знаю почему. То ли он помогает выезжать, то ли чего. Ну, хорошо в итоге. Все нормально. Включили не переживайку. И пошли по грязи. На улице очень грязно. Ветер такой сильно поднялся. Вот. Иду с вождением. Довольная, как слон. Сказали, что увидимся уже на следующей неделе. Ну, так как выходные же. Завтра, суббота на работу. Вот. Так что. И потом попробуем, уезжая на своем автомобиле. Как вы думаете, у меня получится? Опаздываю. Время 12.40. У меня ни обед не готов. Там уж подогреть только. Все подогреем. Встретим мужа. Накормим. А потом у нас дела. Пойдем баню топить. Муж все-таки воскресенье только отдыхает. Да, в воскресенье у меня планы другие. Надо поехать в Тараберзино. Там надо слить воду с отопления. Еще плюс на воскресенье перекинуть колеса. Сразу, чтобы уж потом не возиться. Перекинем колеса. И масло поменять надо в машине. Как раз в воскресенье с утра зарплата. И перекинем. Все сделаем. Ну, чтобы в два раза не возиться. Там как раз масло какое-то он сказал, чтобы оно было что ли гуще. В названии не помню. Вот мы девочки. Какие девочки, да? Ой, смотрите, какой котик. Усы белые. Сам черный. Прикольный такой. Так вот, еще чего-то хотела же сказать. Забыла, забыла. Сегодня у меня на мне джинтики такие другие. Смотрите, эти я не носила уже с прошлого года, да? Они у меня там в коробке лежали. Сегодня я решила их одеть. Понравились там. Ветер бушует вообще. Все волосы раздул. Все, они больно краситься. Это подкрашивать себе не стало. И мы ездили так. Ну, а, полтора часа мы ездили в этот раз. Нормально, да? Ну так, на перекрестках ничего. Да ничего сложного. Просто нужна внимательность. Внимательность, который у меня не так много. Сегодня еще что-нибудь вкусненькое. Что приготовить? Как вы думаете? Вечная проблема женщин. Что приготовить? Очень сильно болит голова. Выпью сейчас таблетку пенталгина. Вчера вечером тоже голова болела. Я выпила сколько? Пол таблетки вот этой вот четвертинку, да? Вот эту часть. И не помогло совершенно. Сейчас выпью целиком. Говорят, магнитные бури вот на днях. Не знаю, почему так все. И очень-очень сильно болит. Поэтому пьем таблетку. Сегодня у нас на обед. Здесь толченка с яйцом. Здесь капуста тушеная, пирога осталась. Тоже подогрела. И нам чего-то не хватает. Открывай пакетики. Быстрее. А то лимон уже настоялся. А заварка нет. Как там красивый лошадь. А то лимон уже настоялся. Сегодня пятница. А так как пятница у нас забирают только мусор. Сейчас такой ветер поднялся. Выношу мусор, который я набрала. И его туда отнесу возле ворот. А потом его надо будет передать. И его, то есть машине, и его заберут. Выкидываю арбуз, который мы брали когда. Так. Недавно брали арбуз. Он оказался неспелый. Я его целиком выкинула, выбросила. Сейчас вставлю пакеты. Будем мусоровоз ждать. Люди уже вынесли мусор. Значит скоро подъедет. Обычно он дает один сигнальный пип-пип и все. Так что ждем. Отнесем да все. Мусора не так много. Но в любом случае набирается. Так как в неделю один раз набирается много. Три больших пакета. Арбуз конечно весит охренительно много. Это ж надо было. И знаете, арбуз выбирали по тем признакам, которые дают в интернете. То есть арбуз должен быть с желтым пятном. Плюс трещать должен. И еще. И еще. Желтое пятно трещать должен. И что еще? Такой хруст должен издавать звук. Да ведь? Вот. Арбуз мы такой выбрали. А в итоге он оказался. Надрезаешь его. Такой хруст клевый. Я думаю, все. Попался классный арбуз. А в итоге оказался, что арбуз совершенно не классный. И вообще невкусный. И в итоге пришлось его выбросить. Хотела делать из него варенье. В том году делала одну баночку. Сестре очень-очень понравилось. Может быть бы, думала, сделаю. Обленилась опять. Думала, засниму еще и видос. Как я делаю это варенье. Смотрите, какой ветер сильно бушует. Подъезжает вот он оттуда. Обычно. Такая грузовая машина. Водитель сидит. То есть и сзади один мужчина поднимает твой мусор, который ты ему подаешь. В пятницу полтретьего. Или около трех часов. Ветер какой сильный. Деревья все гнутся. Тянули шланг от колодца. Включили лосос. И сейчас качаем с вами горячую и холодную воду. А дальше все как по-простому. Убираем залу и топим баньку. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Все, тепло пошло. Сейчас должно загореться. Смотрите, на него же можно смотреть вечно. Красота такая. Тепло сразу становится. Задовься на душе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok